Теперь сидим и убираем. Дом, говорят, не подбежит восстановление. Мы остались без квартиры, без ничего. Евгения живет в одном из домов Подольского района Киева, на который накануне упала сбитая российская ракета. Ее квартира по сравнению с другими пострадала меньше, поэтому сейчас женщина помогает разбирать завалы соседям. С двух лет я здесь живу. Мне сейчас 60 лет. Я надела здесь долго с внуками и все прочее. Мы вчера были не здесь. Мы были в другом месте. Прятались от этих бомбежек. Вот в этой квартире, где мы находимся, хозяйка сейчас находится в больнице. Ее осколками стекла порезала. Видите, в каком состоянии все находятся квартиры. Это благодаря нашему русскому миру. Квартира Игоря на верхнем этаже. Когда произошел взрыв, его не было дома. В квартире выбиты все окна. С петель слетели двери. Я у друзей ночевал. Спасло. Было открытый балкон и наружные стекла. Поэтому ущерб, будем так говорить, относительно небольшой. Может, друзьям перееду. Я не знаю. А вот в доме Татьяны пробита насквозь стена. В квартирах нет отопления. Когда произошел взрыв, я вышла сюда, на улицу. И смотрю, зарево. Просто как вот солнце восходит, знаете. И какое-то красное, и на меня сразу посыпалось стекло. Я голову закрыла руками и забежала в парадное. Крик, шум, гам. Выбегали из квартиры кто в чем. Очень тяжело, очень страшно. Остались на улице, газ отключили. Будем стараться куда-нибудь уехать. Будем стараться куда-нибудь уехать. Из-за российской ракеты в этом районе Киева пострадали не только жилые дома, но и школа, и вот этот специализированный детский садик. До войны сюда ходили около ста детей дошкольного возраста. Повреждены все помещения. Повреждена крыша, стекло выбито, двери выбиты, все заведения. Ну, по моему мнению, нужна не просто реконструкция, а новое заведение. Просто реконструкция, а нового заклада. Помочь жителям разобрать последствия атаки оккупантов на жилые массивы пришли люди с ближайших микрорайонов. Вместе с ними работают и коммунальщики. И мы ходим у нас на каждого по шесть домов. День взрыва. Здесь погиб один человек. Дворник Виктор. Я знала его лично. Нормальный был человек. Мы не видели его вчера, потому что убирали здесь. А жильцы дома, который он убирал, они его узнали. И сказали, что это Витя, дворник. Погиб. Коммунальщики работают здесь уже второй день. Говорят, разбирать завалы не так тяжело физически, как морально. Наяву – это совсем другая картина. За это очень сердце болит. За деток. Вчера пожилые люди. Но нельзя смотреть на это. Я в шоке. Чтобы у нас на микрорайоне случилось вот такое горе. Я в шоке. В Киеве с момента полномасштабного вторжения России в Украину погибли 222 человека. Из них 60 гражданских. В том числе четверо детей. Анастасия Жук, Виктор Головко из Киева. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.